Игорь Иванович, какими успехами Геритмет подошел к конференции этого года и какие задачи он к ней поставил? Ну, я хочу перевернуть ваш вопрос, потому что не Геритмет подошел, а это продукт Геритмета, и исторически, наверное, важный, потому что надо помнить, кто все это дело затевал. Я имею в виду основатель, и имя Сажина здесь я должен упомянуть. И три года назад, когда мы только начинали, мы начинали с общей идеей восстановить память о Сажине, ну, или имя Сажина, оно присвоено институту. Мы провели работу, нашли родственников, и сегодня институт носит имя академика Сажина. И развивая вот этот формат общения, конечно, сегодня нас хвалили на конференции, это, наверное, один из успехов, что институт восстанавливается, но до полного восстановления мы вот должны, наверное, с вами провести еще пяток таких конференций, когда действительно удастся сделать, ну, вот этот прорывные вещи, не просто с точки зрения технологий. Мы по большому счету тоже сейчас сделаем, это тоже успех. Мы восстанавливаем то, что было, ну, чуть было не утрачено, или то, что было когда-то сделано неплохо, и это нужно на новой волне восстановить. Вот это, наверное, так сказать, первая вещь, результирующая, с которой мы подходим к конференции, об этом говорят, и к нам интерес во многом благодаря тому, что мы сохранили эти технологии, и сейчас, на самом деле, мы физически можем их не просто демонстрировать, но и мы готовы к внедрению. Вот это как бы первое. Второе, то, что мы сегодня обозначаем готовность, и вот эта конференция это будет показывать, не просто разговаривать о технологиях или отдельных, допустим, технологических, технических решениях, а мы сегодня заявляем на то, что мы готовы восстановить индустрию. Это то, что делал Геритмед с момента своего основания, он создавался ради того, чтобы делать индустрию, и внедрять вот эти все технологические решения, связанные с редкими землями, с редкими металлами, в промышленность, чтобы промышленность употребляла. У нас специфическая ситуация сегодня. И вот наш, я считаю, успех, что а, на конференции много гостей, б, есть международные гости, они с нами дискутируют, они открыты для диалога, у нас есть с ними сегодня соизмерение, что мы, а, не отстали, и б, какие-то вещи, например, индусы готовы у нас покупать не как продукты, а как технологические решения. То есть мы сегодня в состоянии трансферировать наши технологии в другие страны мира. Это, я считаю, второй такой и заявка, и успех в рамках вот этой конференции. И, ну, в целом, наверное, мы в хорошей форме сейчас находимся, потому что мы сейчас будем говорить про кадры, сейчас будем говорить про молодежь. Мы инициируем все эти вещи, потому что поколение, старшее поколение последовательно уходит, а большой разрыв среднего поколения и как бы и нужны молодежь. И это важно. Вот, наверное, это такой третий крупный успех. Мы, молодая компания, если брать гильдметр, 42 года средний возраст. Вот за несколько лет мы сумели это сделать. Но мы хотим, чтобы нас все слышали, потому что уход старшего поколения, это иногда потери. Я приведу пример. Вот есть бериллий, как вот часть индустрии. Он в советское время существовал как полную кооперацию. Здесь была добыча. Казахстан был в хвосте. Сегодня у нас другая страна, и люди, которые знали эту технологию, вот они сохранились в нашем институте. 82 года ей. Вот она, женщина, которая держит на себе бериллий. Последняя книга про бериллий, это она. Я не назову фамилию, но вот так. Поэтому туда вкачали сейчас, восстановили лабораторию, вкачали молодежь. Они просто должны там быстро все это переводить, разобраться. И потом вызов большой. Вот это, наверное, важно. И конференция во многом, наверное, как-то пытается сейчас, в хорошем смысле пытается тщательно найти вызов, выбор сувениритет. И мы чувствуем, как мы чувствуем, что сейчас вот-вот-вот что-то произойдет, и это должно быть. Спасибо большое за ваш ответ. Насколько успешно, по вашему мнению, Россия сегодня встроена в глобальные цепочки, в глобальные рынки редких предметных элементов и представлены в виде конференции потребителей конечных бизнесов? Смотрите, как дело обстоит. Вот это, наверное, самый такой тяжелый вопрос, который, ну, пока мы сильно не поднимали, но поднимать, видимо, уже пора. Мы зависим, как и все другие, большинство других стран, от истории имени Китая. Китай сегодня поставляет в Россию огромное количество элементов, как с точки зрения элемента, либо элементов в составе уже каких-то изделий. Мы просто потребители во многом. Наша собственная база, она не охватывает всей потребности. И проблема встраиваемости и нестраиваемости в рынок звучит таким образом. Мы не имеем внутри сколько-то огромного рынка для того, чтобы поддержать. Если мы будем автономны, это обречено. То есть мы будем иметь просто другую себестоимость и другие цены на все. И поэтому мы вынуждены покупать относительно дешевый китайский процесс. С другой стороны, если мы сумеем найти кооперационные вещи, и их сейчас активно нужно искать, с тем, чтобы мы части экспортировали, тогда вот эту индустрию в целом можно создавать. По отдельным элементам мы, ну, из себя что-то представляем. У нас есть там неплохие заделы, ну, например, там по Стронцу, не знаю, по Танталу, так в целом мы можем все дожать, не обе, значит, мы добываем. И сейчас про это говорили, и Димухамедов говорил, что вот-вот-вот сейчас вот мы все начнем добывать. Просто от добычи до переработки и до вторых, третьих, четверых, пятых переделов на самом деле это огромное поле. И мы вот локально на отдельных участках, ну, являемся, ну, как бы участниками, как бы глобального рынка, неизбежно с нами считается, и технологически считается, и даже кое-что мы продаем. Сегодня затруднена, конечно, экспортная деятельность. Вот мы в 21-м году активно начали поставить на рынок особо чистые материалы, хлориды. Мы разработали там номенклатуру 150, они уходили с молдов. Но вот случилась вся эта история, логически сложная. Мы потихонечку это делаем, то есть, но, тем не менее, от нас не отказываются, и все ищут эти пути-то с каким-то. То есть, наверное, такой хороший лызин для всех, и, ну, все равно последовательная история будет, ну, как бы, расставлять эти цепочки. Все озабочены. Мы в прошлом году, здесь большая индийская делегация, все озабочены, вот, supply chain, supply chain, где кто у кого покупает. Вся конференция в прошлом году, которая у них была в ГУА, она была, посещая исключить тому, что делать с Китаем, где что брать. Они сюда приехали, ну, не просто, ну, обменяться, они очень щупают партнеров, потому что им важно, как бы, иметь доступ к материалам и к технологиям, там, первичных, там, третичных переделок. Поэтому мы, как бы, ну, в целом мы в рынке. И, например, отдельные наши, там, достижения, ну, они, они котируются. Вот с точки зрения, допустим, рост кристаллов, особо чистых элементов, школу признаются, и, на самом деле, мы востребовались. Спасибо, последний вопрос. Какие слова на пустыни хотели сказать молодым специалистам, студентам, даже школьникам, которые изучают данную сферу, и, возможно, думают, как еле в этой спецназе? Я думаю об этом очень много, потому что, ну, на самом деле, выбирая тот или иной путь, ну, нужно понимать, что это сильно непросто, но, с другой стороны, это там, че-то, неинтересно. Потому что сегодня, если взять, ну, там, ту же самую таблицу Менделеева, за отдельными элементами стоят огромные индустрии. Например, углерод. Есть целая, там, карбонная индустрия про углерод как таковой, про искусственный графит, про, ну, это только вот один элемент. Если брать сложный мир вот этих редких элементов, то там, на самом деле, колоссальные индустрии за этим стоят. И сегодня вот топ, ну, наверное, как бы в этой сфере. Потому что сейчас мы будем переживать переход от электроники к совершенно другим форумам накопителей, транзисторов, резисторов. То есть, начиная сейчас, прямое решение о том, что в это надо идти, конечно, там есть такое неизведанное будущее колоссальное. У нас нет ответов на три четверти вопроса. Но вот это, вот, чтобы молодежь понимала, вот простая вещь. Есть закон Мура, каждые два года должно быть удвоение, значит, там, производительности. Если посчитать нанометры в компьютер, где мы сейчас уже 5, 7, 3 нанометра, то следующие, там, 2-3 цикла мы уходим в анстрем. Анстрем — это то, что вот эти технологии не могут совсем. И поэтому возникает история про квантовый компьютер. А это тоже чистый материал. И без этого ничего не сделать. Но этот переход, он сейчас идет, мы просто из-за того, что сфокусированы на консоем, ну, на чем-то себе, мы не видим этого, но на самом деле это революция. И, входя в эту отрасль, конечно, там перспектива колоссальная. Это, ну, это не сельскохозяйство, ну, так, это тоже важно, но это не сельскохозяйство. Это будущее на десятки лет, и оно для достижения открыто, и амбиции там можно реализовать. Будь здоровы.